всем привет ребятки с вами flash это обзор нового деблога номер 95 и так поехали алекс работает над нашим музыкальным окружением замутил он еще одну музычку не мне понравился особенно начала очень так вообще загадочно начинается но потом такое уже начало мне больше всего понравилось следующие ребятки это нам добавились новые элементы в строительстве вот пожалуйста можете тут вообще можно без слов чисто посмотреть ну просто бомба я не знаю я правда не знаю зачем все это надо но выглядит просто бесподобная прям не знаю уже не раз какой-то реально стимулятор тюрьмы тюрьмы можно устраивать вот сейчас вот я задумываюсь очень сильно на тему ты предложил предлагал мне один человек такую идею чтоб можно было связывать людей в расе то есть когда ты его свалил когда он лежит корчится от боли то есть ты можешь его либо добить либо связать и тупо куда-нибудь привести блин по моему идея просто офигенная что ну чтобы у него не было возможности килл прописать чтобы он только от голода мог умереть магазинчик но выглядит реально очень круто и также вот эта новая лестница вообще тоже офигенно но этот люк лестница складная просто так классно выглядит вообще офигеть она столько места экономит поставил одну крышу не надо ни лестнику ничего просто подошел открыл на нее ставится кстати ходовый замок также все закрывается ну просто офигеть как удобно мне просто нет слов вот эта лестница выдвижная ну просто офигенно она и смотрится очень круто вообще по моему блин также гарри нам сообщает о сбоях то есть у них появилась теперь система которая не только извлекает все сбои которые происходили в игре от клиентов которые поступали но также их обрабатывает и группируют что это для нас конечного пользователя все имеет какое значение то что теперь все точнее игра будет быстрее немного оптимизироваться если какие-то сбои какие-то неполадки все это будет намного быстрее как бы обрабатываться и быстрее будет приниматься меры следующее ребят извинения очень интересное очень хочется проверить его в деле это нам добавили четырехкратный оптический прицел как пишет разработчики ставится он будет на место голографического прицела и будет давать четырехкратное увеличение и небольшое тоже попрошу заметить небольшое уменьшение отдачи то же самое как и у лазерного прицела как пишет разработчики что это геймчейнджер то есть он будет сейчас сильно влиять ну то есть поменяет игру просто это пора какая-то имба имбовая пока штучка как пишет разрабы что пока что ближайшие две недели они будут смотреть как она будет себя показывать но потом конечно же ее понерфят ну хотя не знаю не вижу ничего имбалансного в этом единственный минус я как бы всегда мечтал об бинокле по что вот вид по вот этой картинке видно что очень большая часть обзора просто скрыта но то есть видите кругляшок все таки бинокль было бы еще круто если бы вели бы бинокль следующее изменение касается новых прибамбасов на наше оружие это лазерного прицела фонарика появилась парочку багов один из них это то что когда вы ставите лазерный прицел но при этом вы не включаете он все равно дает снижение отдачи так не должно работать по задумке разработчиков теперь это исправлено если он у вас выключен он не будет ничего уменьшать отдачу второе это был баг когда вы включаете лазерный прицел либо фонарик на своем оружии потом переключаетесь на другой слот с оружием и обратно то для вас фонарик и лазерный прицел остается включенным а все вокруг не видят его то есть как будто у вас все выключено это вообще вот это имбалансная была штучка потому что ночью можно ходить спокойно ходить с фонариком он очень хорошо светит так ради прикола понятно что все с гаммы играют но если бы гаммы не было но допустим лазерный прицел вы просто переключили оружие слота но у вас лазерная точка это есть а никто вообще не видит никакого света ни от фонарика не от лазерного прицела естественно все это пофиксили также немножко подкорректировали еще голографический прицел он сейчас стал более корректно работать также была небольшая оптимизация наших подземелий ртаунов новых и также этих искал поэтому принципе должны тоже ждать небольшой прибавки в оптимизации алекс регберт начал работать над звуками над новыми звуками вот для новых строительных объектов новых дверей и люков и так далее и также при открывать завесу тайны также он подрабатывает еще над звуком стекла но есть окон из стекла которые находятся на данный момент в концепте вот это уже интересненько также небольшая была перенастройка одежды в таких плечевых суставах как видите вот это старый кардинга это новая то немножко некорректно она вот одежда вот отображалась как-то размазывалась тут сейчас все более красивенько сделали и якобы теперь будет все более гладко прилегать к телу и более интереснее смотрится вся наша одежда также еще немножко подкорректировали новую систему когда мы подбираем что-либо либо наводимся раньше у нас был луч они переделали на сферу но возникли небольшие трудности потому что когда очень близко какие-то предметы находятся либо ящики стоят то достаточно тяжело выбрать именно нужным потому что система путается что конкретно хотите увидеть сейчас вроде как это все тоже подкорректировали сейчас должно вообще без проблем все работать небольшой баланс растений еще произошел а именно тыкв достаточно интересный факт как пишет разработчики гарри ньюма что на одну на одном из серверов у них было больше 400 тысяч объектов из них 100 тысяч были тупо тыквы представляете они вообще не гнили не пропадали ничего с ними не происходило они бесконечно размножались то есть это очень сильно гружало сервис и бесполезно теперь это все подкорректировали теперь тыквы немножко иначе работает они живут либо семь сезонов то есть размножается либо три сбора урожая ну то есть что наступит раньше и собственно не исчезает казалось бы мелочь да ну блин из через 400 тысяч объектов 100 тысяч занимали тыквы офигеть сервак нагружали но сейчас этого не будет продолжается очень только упорная работа над огнеметом уже появилась 3d модель очень прикольная уже смотрел вообще все проработано ручка смотрите все обмотано баллончик даты из-под огнетушителя да я так понял ну что-то или нет напал нарисован ну вообще можно можно уже увидеть разные вещи всякие датчики зажигатель баночки ну выглядит очень круто вообще в 3d модельки можно посмотреть все это под разными вот текстурками вообще класс то есть скоро скоро у нас появится огнемете и также у нас есть 3d моделька уже оптического прицела тоже выглядит очень круто сейчас даже я практически посмотрю сам на себя видите отражение только меня здесь нет но видно лес какой-то смотрите картинку даже прилепили блин обращаем такие мелочи нужно на этот смотреть а я сразу смотрю на отражение так ну что мы тут имеем кусочки за ленты какие-то хомутики болтики ну в принципе о тут тоже хорошо можно а это максимальное приближение только отдалять можно ну такая вот 3d моделька оптического прицела блин я хотел бы два еще их соединить получится почти бинокль я все бинокли жду ну да ладно также достаточно такой интересный моментик стали намного плавнее передвижение игрока с чем это было связано как пишет разработчики постараемся тоже объяснить то есть мы замечали что игроки как бы немножко то ли замедленно то ли как-то прерывисто научим как-то не так бегать не настолько гладко оказывается это не зависело нет не сколько от самого передвижения игрока а от так называемый пост физик камера позишн смуть смутинг в общем это какой-то сглаживание вот это камеры позишн которая некорректно применялась горизонтальному перече перемещение игрока короче вообще абракадабра полнейшая но что мы имеем в итоге что теперь при наших 60 fps передвижение игроков действительно выглядит как на 60 fps они как непонятно что то есть это круто также продолжается работа надо опять строительная система билдинг кондишенал модул систем версия 20 собственно тут просто небольшие планы на будущее что она должна уметь вот тут все перечислено но принципе чё нам читать мы будем уже ждать когда она будет готова следующие изменения касается еще шагов животных они некорректно отображались непонятно не так отыгрывались на разных поверхностях в общем все это сейчас по фикшено все нормально сделано и теперь как пишет разработчики опять же с юморком сейчас мы сначала услышим как бы шаги медведя только потомка мы увидим как у нас будет растерзывать а то он постоянно как-то хитро подкрадывался тихо и в конце такое достаточно мне кажется уже реально очень сильно повлияющая на игру раз ну именно кто сейчас играет это новая система прокачки то есть получение опыта очень достаточно интересно тут все описано уже как пишет практически уже готова как она работает ну тут в принципе описано что каждый предмет будет иметь ограниченное количество опыта который мы можем с него получить и при этом он будет уменьшаться то есть скорость получения например допустим вы добываете первый раз дерево при помощи камня поначалу будет экспишка на опыт в принципе расти быстро но чем дольше вы будете камнем набивать этот опыт тем медленнее будет расти рано или поздно упрется в планку то есть не получится одним камнем набить там большое количество опыта вот какую-то часть возьмете которую на котором рассчитан потом дальше чтобы получать дальше опыт вам нужно Соответственно переходить на каменный топор, потом на металлический топор и так далее Как пишут разработчики, в принципе, если объективно, то добывание ресурсов это и есть единственный путь получения опыта Ребят, я немножко, не так немножко перевел Очевидно, что сбор ресурсов это один из способов получения опыта Как бы каждое действие по выживанию будет давать XP, когда мы делаем что-то новое Единственное, что не будет давать нам XP, это, естественно, убийство других игроков Потому что, как пишут разработчики, это и есть уже награда То есть вы убиваете игрока и находите все, что там у него есть Следующее большое изменение, это касаемо наших рецептиков На данный момент мы, в принципе, находим рецепты, лутаемся в бочках и так далее В этом есть как бы и плюсы и минусы Как пишут разработчики, это, в принципе, прикольно Бегай там, лутаться, ты никогда не знаешь, что ты найдешь Прикольно собирать там какие-то рецепты, отдавать их друзьям Но огромный минус этого, то что это все настолько непредсказуемо То есть ты никогда не знаешь, что ты найдешь, как и когда вообще И на данный момент они говорят, что теперь у нас блюпринты будут привязаны к опыту То есть мы сможем изучать новые рецептики после достижения какого-то уровня Повышения нашего уровня, левел апа И мы будем тратить накопленный наш XP-шку на изучение Все чертежи будут организованы в так называемое дерево технологии Вот тут уже такой скринчик приложен И для примера говорят разработчики, что мы не сможем изучить каменное копье Перед тем, как, ну, точнее, мы не сможем изучить каменное копье Если у нас не изучено простое деревянное копье То есть все последовательно должно проходить Короче, как в танках World of Tanks Мы не можем перескочить сразу на 10 левел Нам нужно все-все-все танчики пройти последовательно То же самое здесь В принципе, вот на этом можно, точнее, разработчики заканчивают Они говорят только то, что это действительно очень большое изменение будет в Растино Будет к нему привыкнуть, к нам вообще полностью реально перестроиться К этому и левелам, прокачки Но тут картинку они дают Но вот Бонни Кнайф это, как его, блин, пастяной нож И вот тут вот, собственно, деревянные Так, по-моему, это уровни какие-то будут, 5-6 На каком уровне мы сможем что-то изучить Вот хатчет топор Деревянное копье и дальше понеслась В общем, достаточно все интересно И под конец нас балуют очередным концептиком Теперь уже в подводном мире Затонувшаяся субмарина, как видим А, ну это вообще, ну да, субмарина Разломанная пополам Аквалангис плывет И, как пишут разработчики, это будет очень-очень Место очень крутого лута Очень прям реально крутого лута Потому что добраться туда будет очень непросто Без снаряжения Опачки, да, снаряжения То есть нас ждут какие-то акваланги Или какие-то дыхательные баллончики С запасом воздуха Вот это вот интересненько А если нас ждет подводное плавание То, мне кажется, в скором будущем Нас ждут и подводные ружья Ну это так, ладно Ну и в конце, как всегда, changelog Самое интересное, что я здесь вычитал Что не было в обзоре на делблог Это то, что пофикшен Рейд Тауэр Эксплойт Ну в общем, рейд при помощи башни Которые использовали полки Также еще пофикшен все эксплойты с фундаментом С расположением спальных мешков И так по-моему, фундаментах и так далее Ну то есть, в принципе, тоже набор каких-то эксплойтов пофиксили И также пофиксили возможность постановки кодового замка на аэрдроп Тоже забавный такой момент Когда падает аэрдроп Вот он упал, допустим Вы туда заглядываете, вытаскиваете все с аэрдропа И ложите туда свой лут Ну в 6 слотов, которые там имеются Там сишки, калаши, неважно Положили, он не исчезает Ну когда там что-то есть, он не исчезает И ставите на него кодовый замок Залочиваете А прикол в том, что аэрдроп он не разрушаем Ни сихами, ни ракетами Вообще ничем Его разрушить невозможно И вы получаете просто Неуязвимый ни к чему Никак не взламываемый даже читерами Вообще никем Как бы такой сундук на 6 слотов Вообще бомба Вызываете сиплигранейт Сайплс Вот, и делаете себе такой сундучок Ну теперь это уже в принципе невозможно Все, ребятки Вот такой вот достаточно интересный девблок Конечно же оптика порадовала Все порадовало Тут в принципе Вот эти всякие новые фишки Но их еще вот эти не ввели Строительные блоки Потому что они еще на тесте На следующей неделе искали ввиду В принципе неплохо Движемся в правильном направлении Все, ребятки С вами был Флэш Увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok